Думаю, Александр Николаевич, мы с вами еще встретимся не единожды для того, чтобы обсудить конкретно вопросы вашей деятельности на посту посла в Российской Федерации. Вам будет проще в том плане, что Дмитрий уже работал в этой должности и, как я считаю, работал неплохо и освоил те направления работы, которым надо будет отделять особое внимание. Но я очень надеюсь, что мы будем иметь продвижение прежде всего по кооперационным вопросам. Они в основном, да не в основном, а вообще лежат в сфере промышленности. Хотелось бы, чтобы здесь были конкретные результаты. Не все так однозначно, как хотелось бы нам на российском рынке. Вы видите, что несмотря на разного рода санкции, российский рынок заполняют, особенно ниши, которые освободились после ухода отдельных американских, западных компаний, заполняются другими. В мире достаточно товара по этим направлениям. От этого никуда не деться. Это было и будет всегда на огромном российском рынке. Но нам нельзя терять на российском рынке свои позиции. И здесь вопрос номер один для вас. Поэтому надо создавать там, как мы часто говорим, мультибрендовые центры и торговые дома, сервисные центры для того, чтобы обслуживать нашу технику, которую мы туда продаем. Ну и, как я говорю, кооперационные связи. Мы должны освоить все те средства, а вы их хорошо знаете, эти направления нашей работы в промышленности по этим кооперационным связям и конкретным направлениям. Вы их хорошо знаете, поэтому вам в этом плане будет работать легче. Меня, что прельщало всегда в работе бывшего посла, то, что он постоянно посещал регионы, имел непосредственный контакт с губернаторами, с руководителями крупных компаний, и средних, и мелких, неважно каких, если они нам интересны, если они способствуют развитию нашей экономики. Надо продолжить это активное общение с региональными руководителями. Многих вы видели, со многими встречались, поэтому вам будет здесь проще. Ну и перспективное направление. Авиастроение, энергетика, космос, атомная электростанция, мы прорабатываем вопрос дальнейшего строительства второй атомной станции. Электрическая энергия никогда не помешает. Излишек ее в стране не будет никогда. Наверное, вы лучше меня это понимаете. Потому что электричество не только в промышленности и населению. Лампочка величия нужна. Сегодня электричество надо для потребления населения и в домах. Мы строим на электрическом обогреве, подогреве воды, пищепроготовлении и так далее. И электромобили, за которые мы серьезно взялись, и наработки. Не просто наработки, у нас производство хорошее, особенно автобусов. То, что у нас давно, электромобили и других. Везде нужно электричество. Поэтому надо смотреть вперед. То есть очень много конкретных программ. Вы посол в должности вице-премьера, поэтому это повышает ваш статус. Это специально повышен был посол до уровня вице-премьера, чтобы вы могли встречаться в правительстве практически с любым чиновником, с любым государственным служащим. Продолжение следует...